вот от артём нашел доброе утро артём сейчас будем думать у кого-то пока уже можете захотеть я уже захотел ух артём артём ну что ж это что это что это блядь я микрофон микрофон начинает улетать от тебя артём микрофон летит все прекратил о так его нахуй туда его добро пожаловать александр занимайте свой зеленый стол добро пожаловать артём занимайте свой не помню какого цвета стол бирюзовый бирюзовый стол спасибо спасибо немного произошли изменения ребята пока мы ждали игры всю хуйню нашли иконочки естественно честно спижины там из других настолок всем выдал по иконочкам у тебя сашка есть тоже вон подожди вон они у тебя лежат там это чтоб ну чтоб чтоб красиво смотрелось там вся хуйня не просто бумажка ну чтоб а лук а лук а лук вот он у тебя лежит саша на карточке так что вот и спальнички все все посмотрите оформление задания теперь еще тоже пишется вот здесь ребята вся эта хуйня она осталась но вот все это мое мнение нож не нужен у тебя же он был так у меня он типа карточки там есть а карточка есть лежит плохо да 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 тогда можно берут все теперь а эти дали конечно конечно знаете как я вот сделаю эти знаете как это же вот будут предметы лишние я за хуячи на мусорку вот такая вот будет у меня идея приятного аппетита лексом при этом аппетита что это печеньки сухарики чипсы это был огуречек о понял достойно достойно ну с этого момента это мусорка ребята давай даже от саши тоже отставлю эту хули она усашит и вот куда-нибудь вообще я мусорщик из черепашек о нет это вообще страшный персонаж вот эти вот теории про то что он сиамский близнец хана это вообще пиздец вот да а вы видели новость кстати этот по поводу нло чего в америке творится не расскажи александр пока мы не начали там на конгрессе этот царушник под присягой раскрыл что типа находили эти останки но не человеческие то есть похоже на человеческие но не человеческие и этот что технологии есть якобы у сша внеземные нихуя себя а у россии есть внеземные вот а у россии как про это медведев еще давным-давно типа я не знаю шутил не шутил ну короче я как человек который считает что внеземная цивилизация есть мне типа все это доставляет приколы игру ли верить я во всем этим источником не могу полноценно но типа мне прикольно ну справедливо справедливо я на прикольно медведев у нас тоже когда еще президентом был тоже про и наложи говорил и после и после того как перестал быть президента про иного говорил это нло вообще его сняли с должности блять а путин главный пришелец ой извините пожалуйста ну все виталик попрощаемся ладно владимир жди наряд владимир владимирович надо пожалуйста это просто шутка безобидная думаю владимир владимирович понимает что безобидная шутка это не дойдет до владимира владимировича это что это же ниши станции еще пресекут владимиру даже не узнаю что ты про это говорю ужасно ужасно очень страшно а еще ребята ребята еще книга правил появилась вот тут если кому-то взбредет в голову посмотреть почитать вот прямо в игре можете почитать час нася ты помнишь на какой про баллы судьбы говорилось странице вот я еще мне помнить и смеешься все хорошо и без понятия честно хорошо хорошо у меня память одна секунда я ее такой информации за что мы сражаемся так это мне нужно сорок первая страница да если что можно как выбирать в этот странице правой кнопкой мыши нажимаешь саш pop out и там у тебя справа можно будет нормально выбрать страница них у никого так там просто в максимально в 3-го за что мы сражаемся то тебя касательно балок судьбы интересует но хочу посмотреть как они расчетлять что я реально если честно забыл про них как они выдаются вот что мне какие выдаются это же первое начальное ну короче это все я я в дублю до конца все мы нас как король артура рыцари круглого стола и рыцарские добродетели все тогда александр пожалуйста теперь есть правило судьбы выдаются если ты действуешь по своему убеждению за соответствие но не достижение цели то есть если ты выполняешь свою цель но в итоге я не добился выдают балл судьбы и за соответствие инстинкту так мне просто вообще в принципе вот страничку бы найти с баллами личности и с баллами судьбы простите пожалуйста что перебиваю вас с этими баллами но у меня тоже возник вопрос а по ебалу когда буду давать по ебалу да блять уже дали вон если что влада было это было ранение выгод ты когда ушел там вообще ёбка началась о как раз можно хроники какие-то конечно конечно кто-то должен пересказать будет либо настя либо артем либо я конечно не в том состоянии что вы пересказывать но ты немножко раздупли сейчас пока я вот разбираюсь с тем что вот эти как выдавать ну что у нас прошлая сессия это закончилось и надо бы начать с чего ребята я чего с награждения хочу начать потому что да 89 подожди а где она ну что же блять сука на какой же она странице территории времена года состояние восстановления конфликт 103 вот у них прям про балла судьбы нет именно страницы не написано там кто-то подраздел ну да у меня есть конспект о конспект говорю тебе было бы полезно тоже без конспект ну даже не для конфликта нет нету мне не нравится что она еще мылится когда я смотрю состояние восстановления подожди тут поиски есть блять ладно фиг с ним короче за что там а баллы личности за что дают цены за соблюдение цели давить за достижение цели за действия на прикор убеждению за отыгрыш персонажа и за две награды то бишь за самого ценного игрока и за рабочую лошадку мы выдаем и баллы судьбы и баллы а блять я спутал баллы личности тогда ясно тогда ребята начнем с чего хочу тут а вот давайте начнем с награждения тогда вот давайте начнем играть все готовы правильно прошла сессия закончилась я хочу выдвинуть как говорится людей мышей номинантов на ценных игроков а голосовать будут голосовать будете вы и смотреть как что почему 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 объясняю я хочу назначить за воплощение персонажа владислава наградить потому что владислав владислав в прошлой партии всех всех лав всех лав до прошлой партии он максимально старался передать своего персонажа вот и соответствовал так скажем своему инстинкту ребята то есть он старался как-то вот знаете убеждение он он не пошел наперекор своим убеждением то есть вот он была ситуация когда он мог съебаться вместе с финном сиротой в город но он не оставил своих друзей потому что ну нет ничего важнее друзей его убеждения так что за воплощение персонажа я ставлю ему один балл личность так дальше между прочим за по моему за воплощение персонажа можно несколько давать на понял хорошо так дальше самый ценный игрок и рабочая лошадка рабочая лошадка самая цена на что вообще по хорошему должны игроки это обсуждать но ладно у нас видимо так ну сегодня но у нас сегодня сегодня да такова партия просто саша не было же в прошлой ситуации то есть ну хорошо хорошо то есть я я назначу а вы уже ну считайте объективно я сказал или не объективно а у меня у меня инстинкт слетел и слетел да грустненько саша ну напиши ты там приходишь в ярость когда ласки вот это вот я думаю ты помнил самый самый ценный игрок ребята самый ценный игрок самый ценный игрок это артем по моему мнению почему объясню в пиздилках с дедом в конце он нанес победный удар начнем с этого и когда была пиздилка с лягушкой он тоже нанес победный удар вот но 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 а настя рабочая лошадка потому что потому что тоже всю игру я помню я помню тезисы тезисы были какие-то у меня в голове по поводу этого но сейчас я сейчас я их вспомню немножко под под напомню блять потому что там тоже был было и были ситуации когда вот настя разруливал а или а сашка я помню что вот еще сашка убедил этого деда в конце или начали дела я я крыса убедил чтобы чтоб лодку дали все да да было было такое то есть это было красиво а настя если просто всю партию там старалась могу сказать у меня потому что я дико извиняюсь меня вот убеждение должна всем помогать и да 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 еще теплый этот отдала свой как бы теплый пледик вот это вот так что ну рабочий да 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 вот так ребята а моя курительная она у никиты да да она у никиты ты ее саша ты моя фамильная курительная трубочка ну ладно ничего страшного саша найдешь новую блять фамильную фамильную да ладно ребята все я думаю я думаю все справедливо баллы личности я раздал так балл судьбы балл судьбы сейчас секундочку я сейчас да 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 они конечно александр так теперь я должен еще и баллы судьбы раздать нет нет ну ну так смотри получается цели мы не достигли ну да да еще есть да я помню награды уже как бы раздали можно опять же еще кому-то золото грыж персонажа разве что дать нужно за действие на прикор убеждения у нас вроде не было такого ну вот и все тогда баллы судьбы никто не получает ребята такова судьба подожди судьбы судьбы да ты меня а да 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 я сам запутался но баллы личности есть личности все лежит вот та вот карточка я поэтому и подумал что про это речь а ее я убираю уже все она она никому не достается баллами личности разобрались баллы судьбы ну за соответствие недостижения цели это тоже как бы еще раз ну да нет цель еще не достигнута у нас еще сессия не закончилась за соответствие инстинкту за соответствие инстинкту владиславу за соответствие убеждению за ответство инстинкту я даю владислав и за соответствии ebb убеждением. То есть там, подожди, там балл судьбы еще за соответствие инстинкта и за соответствие убеждения, да? Вижу, вижу. Ну, то есть получается Владу можно... Там про инстинкт говорится, что дается только в случае, если не то, что прям вот, ну... Постоянно прожимает. Да, да, да. А если это... Красиво. И да, обыгранно. Ну, тогда Владиславу просто балл судьбы за то, что за его убеждение, опять же. То есть вот так. За красивые глаза, понятно. За красивые глаза, да. Так и есть. Баллы судьбы. Ну, еще... Ну, еще что тут сказать? Еще про... Ну, про инстинкт это так, это... Ну, вот, напомню, как ты деда вот пыталась задеть, вот это было жестко, я считаю. Что же, неплохо, неплохо. Ладно, Сашка сейчас придет, мы разберемся. Я пока ищу до сих пор, блядь, про баллы личности. А что, ты только одному человеку дал? Все, у нас не будет больше. Ну, я просто пытаюсь вспомнить, кому еще дать. Ну, опять же, убеждение и инстинкт. Убеждение и инстинкт. Просто почитай у кого что, потому что там даже, опять же, в правилах написано, что нужно всем проверить, как бы, ну, друг друга прочитать вот эти вот убеждения, там инстинктные цели. И уже рассуждать. Ну, так. Ну, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, заслужило. Все. Остальные, остальные, что я могу сказать? Ну, не было проверки. Сильный должен помогать. Артем в прошлой партии пассивно вел себя. Так что, ну, так что не было. Не было ни проверки инстинкт, ни убеждений. Саша ушел посередине игры, так что, ну, тут тоже тяжеловато. То есть, вот, если бы, если бы Саша доиграл ту партию, то я бы убеждение накинул, потому что, ну, там пиздец был. Там, там ёбка была. Но Саша ушел, когда начался конфликт. То есть, как бы, мы никого не виним, просто говорим по факту. Просто так сложилось. Да, просто так сложилось. Все. А по поводу... А, еще. А, еще раз. Ой, запомните, ласки, я не сломаюсь. Да, да, да. Вот. Еще, 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 Настя, 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 Настя. Почему рабочая лошадка, я вспомнил. Потому что ты единственная от всех... Почему, кстати, баллы судьбы у всех тоже обнулились до сих пор, я вот не понимаю. Короче, объясню. Ты потеряла, потому что баллы судьбы. То есть, ты старалась вытащить конфликт полностью. Вот так я бы сказал. То есть, так что, ну, тоже за это тоже рабочая лошадка. То есть, была прям... Ты пошла на... Как это сказать? Ну, все ресурсы задействовала. Вот так. То есть, ты готова была на все, чтобы решить конфликт. Поэтому, тоже балл судьбы. Остальные, к сожалению, не получают. Ну, такова судьба. Ладно, ребята. Все. Начинается игра. Я думаю, все готовы. Отходить больше никто не будет, ребята? Или пописать кому-то надо, покакать там вот это все? Никому не надо. Все. Замечательно. Тогда, Саша, ты здесь? Да, только... Блин, тут что-то вообще сейчас в целом с надписями произошло. У меня половина вопросительных знает. Да, да. Мы пытались подпочинить. Да. А еще вопрос. Откуда у Насти такое замечательное чудо? А, это она сама нарисовала. А, да. Она сама нарисовала и сделала. Вопросов зеро. Зеро вопросов. Все. Я могу другим тоже нарисовать. Вот, она всем нарисует, ребята. Да, да, да. Вот, она всем... Она просто... Ничего, что-то. Вот, вот. Захотите, она нарисует. Мы просто сидели, опять же, пока никто не играл, мы вот занимались модернизацией, так скажем. Вот. Вещи всякие. Еще вон, Сашка, вот можешь банан взять. Вот, потрогай мой банан, Саша. Банан? О-о-о-о! Потрогай мой банан, Саша. О-о-о! Покручу! Опа! А еще? А еще есть вот пернат? Так, мне опять нужно на 5 секунд отойти. Все-все-все. Все, я положил все. Унес все. Слишком обрадовался банану. Нет, банан-то ладно, ребята. Ну, там нельзя трогать кое-что. Все, ладно, ребята. Тогда начинаем. Начинаем с чего? В предыдущих сериях кто-то хочет рассказать, что было в предыдущей серии? Или это сделаю я? Офигеть. Заберешь у нас, блин, радость последнюю. Ну, если ты... За это даются же... Да, балл судьбы, по-моему, за это дается. Или балл личности, посмотри. Если я пойму, где это... Это там же, где баллы личности должно быть. Это прекрасно, у меня это в конспекте нет. Блядь, сейчас разберемся. Я просто отчетливо помню, что было. Я сейчас такой инстинкт прикольный придумал. Жалко я его тогда не... А, Саша... Ага, да, кстати, прямо сейчас... Нет, ладно, давайте, знаете, как сделаем. Прямо сейчас, да, вы можете поменять инстинкт и... Вся хуйня, типа, пока мы не начали. Только я уточнить как раз вот хочу. Давайте, Александр, конечно, уточните. Вот если я вместо ласок, я в целом при виде... А нет, надо же конкретно что-то, чтобы не обобщенно ведь было? Не обобщенно. Ну, то есть, я, допустим... Ну, как ты хотел? Ну, не знаю, при виде... Короче, я хотел чисто с ПТСР быть, чтобы я флешбеки там ловил. Чтоб меня там накрывало, чтоб я там в депрессию впадал, либо... Вот, типа, такого. Так, 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 так и напиши. Иногда ловит вертолеты в голове, начинает, вспоминает Вьетнам. Вьетнам. Да, да, да. Можно просто страдая ПТСР. Страдая ПТСР... Нахуеть инстинкт. Страдая ПТСР, блядь. Это... Это инстинкт в мире. Да, блядь, они... Они так запрятали эти баллы судьбы. Вот, блядь, реально, типа, пока если ты не считаешь, короче, ты найти не можешь, блядь. Че, не ищется нихуя. Что ж такое? Что ж такое? А, во, подожди. Не-не-не, ладно, все, я не буду менять. Хорошо. ПТСР там еще отыгрывать в бою каждый раз. Да-да-да. Что мне плохо сначала, а мне всего 24. Сколько там ведут? 25. А, во, подожди, получение баллов судьбы. Действовать убеждением, действовать достижение цели, действовать в соответствии с инстинктом. Получение баллов личности. Достигать цели, наперекор собственным убеждениям. Самый ценный игрок, рабочая лошадка, суметь вжиться в образ. Я увидел свою трубку вон на челике. Вон тут вот. Вон она. Да, блин, да. Да? Вот так вот. Это Никита, если что. Которого сегодня не отсутствует. Обычного лесоруба. Эх. Короче, ладно, ребята. Как я понимаю, все. Мы идем играть. Все. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. С рифма из детства я дружу. Вот. Сейчас все находятся в Визолесе. И надо рассказать, что произошло в предыдущей серии. Настя, ты будешь рассказывать, что произошло в предыдущей серии? Ну, попробовать, конечно. Ну, я дополню, если что. Я, если что, дополню. Так, ну, получается, надо рассказывать с самого начала, что, да? С самого начала. Ой, господи, дай бог вспомнить, что там было это время. Я помню начало, я могу рассказать. Я могу рассказать начало до того момента, пока меня не стало. Пока я ушел. Когда я ушел. А так можно? Ребята, я поделю вам тогда один этот балл судьбы на двоих. Вот так. А, нет, я могу без балла, типа, пускай Настя идет балл. Типа, мне вообще пофиг. Ебашьте, ребят. Ну ладно. Хочешь, делай, Сашка, давай. Я об этом, я хочу. Я этот, я, короче, мы в Стангвардии получили задание от, как там, от принцессы? Гвендолин, да. От Гвендолин получили задание по доставке трех писем. Угу. По итогу вначале мы решили отправиться в Везолесье. Угу. Вначале у нас стал вопрос. Как добраться до Везолесье? Путем словесных манипуляций и убеждений я договорился, точнее, не я, а Эрнест, мой персонаж, договорился, с караванщиком добраться до Везолесье. Вначале был привал у Везолесье, где мы, получается, с Томми, Эрнест и Томми, ушли в разведку, когда все остальные товарищи остались в лагере. Томми и Эрнест, значит, там обнаружили жаб и обнаружили как раз Везолесье, город, я так понимаю, на болоте. На болоте. Именно так. Добравшись до Везолесье, после этого они вернулись в лагерь, потом свернули лагерь и добрались до Везолесье. В Везолесье была глубокая ночь, они отправились в таверну. В таверне они познакомились с Рокфором. Этот Рокфор, я уже не помню, там сироту какого-то должны были найти. Фил сирота, именно так, Фил сирота. Фил и сироту мы должны были найти. Рокфор знал этого паренька, но не знал, где его достать. Поведал нам историю о его дете, которого съела жаба, лягушке, прошу прощения. По слухам. Не, не, не важно. По слухам. Дал нам, еще налил нам яблочного сока, который никто в итоге не испил. Никита, Никита, я все испил, Никита испил, на секундочку. Никита не испил, Никита не испил. Хорошо, хорошо, так да. Я ему сказал, испей, он не испил. Злодей. Вот. После этого мы отправились на улицу, увидели какого-то маленького мышонка-пацаненка, который исхудал, его чуть не сдул ветер. С ним мы добрались в безопасное место, там он нам поведал о том, что он тоже сирота, что у них был сиротский приют, что оттуда все ушли, ушли. И знал он Фила. Он знал, где жил Фил теперь, но он не знал, что случилось с самим Филом. По-моему, Настя дала ему плед на прощание, это я помню. Я дал ему карму. Уточню, 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 ребят. Он съебался с Настяным пледом, она ему его дала, а он просто взял и съебался. Еду я ему отдала. А, вот, еще еду, накормили его. Вот. В итоге мы добрались до дома, который нам указал этот маленький мышонок. Вход был закрыт, естественно, я, как лучник-импровизатор, стрельнул на крышу, забрался в окно, как домушник, спустился вниз, открыл дверь, потом вышел покурить. Но тем временем ребятки что-то там обнаружили, какую-то щель за дверью или за шкафом, не помню, за стеллажом, и пытались отодвинуть стеллаж. Стеллаж отодвинули, обнаружили там проход, на котором можно только поплыть по лодке. Следовательно встал вопрос, нужно найти лодку. Мы добрались до какого-то, ну, рыбацкой сторожки или до этого, до какого-то, ну, не завода, а как это сказать? Цеха, цеха, цеха. Я уговорил цех. Вот, до цеха добрались, Красюк оказался воршливый, злой, старый. Я, мой персонаж проявил ораторское мастерство, благодаря остальным товарищам смог проявить себя и договорился на лодку. После этого благородный Эрнест пожелал долгой жизни и отправился на свои личные приключения. Что было далее, ему неведомо. Настя, теперь ты от того места, как Саша ушел. Лодка, значит, у нас была. Мы поплыли, там была вроде бы, я не уверена, какая-то пещера. Водная пещера. Вот такое, ну, грот, скорее. Да, да. Все вроде поначалу шло неплохо, плыли себя спокойно. Потом там оказался, видимо, а нет, пороги там оказались. И один из нас, наш верный товарищ Фомя, в общем, выпал из лодки и ударился головой. К счастью, мы с горем пополам добрались до берега. И пытались там осмотреться. Тогда нас покинул еще один товарищ. Он убежал, видимо, в какой-то другой край пещеры, я не знаю. Надеюсь, с ним все в порядке. Мы с ним встретимся в будущем. Ну, в общем, да, нас осталось всего трое. И мы увидели деда, который держал в заложниках нашего разыскиваемого. Филу-сироту держал и причем прибил его нахуй к стене. Ну, типа распял или что-то такое. Да, да. Не важно. У деда явно поехала крыша. Он там нес какой-то бред про лягушек, что он этими лягушками правит, что лягушки вообще лучше, чем мыши. Что он хотел, на самом деле, родиться лягушкой. Короче, сумасшедший дед. Не сумасшедший, а ебнутый. В общем, да. Мы решили, что нужно вступить в словесную перепалку с ним. Мы пытались его убедить, чтобы он отпустил этого филу-сироту. Насколько я помню... А, да. Мы его в итоге убедили и сразу дали дёру. Так, а случилось? Но лягушки у них, видимо, несмотря на то, что дед ими там вроде как повелевает, они все равно погнались за нами. И нам пришлось дать им отпор. С горем пополам мы их победили. Это была очень неприятная стычка. Очень долго. Но в итоге мы добрались обратно до Безалесья. Нашли выход из этой пещеры. И направились в таверну. Так и случилось. Так и закончилась вся история. А у Влада была пробитая, блядь, голова, которую они вылечили. Вот. И Настя потеряла часть своего плаща из-за того, что перебинтовывали Владислава. Ну, Томми, скажите. То есть до Белой Сосны и Чернотоп еще не добрались? Нет. В Изалесье закончилось все на том, что сейчас наши герои остались в Изалесье. И с этого момента продолжается история, ребята. Сейчас вы в Изалесе. Саша. Саша тоже. Ага. Извиняюсь, перебиваю. Просто на самом деле звучит очень даже канды логично, что сейчас у Влада нет. Потому что персонаж все еще как бы, ну так, восстанавливается. Мы его типа оставили. Не, ну я бы не сказал. Он сейчас, давайте начнем с того. Он с вами. Ну ему хуевенько. Вот так. Ну, ладно. То есть вот так вот. То есть, ну я потом... Все, клиффхенгеры уже поставлены, ребята. Почему Влада с вами не будет? Все, все уже сделано. А почему Никиты с нами не будет? А, объясню. Потому что его нахуй придавило завалом во время битвы. Нет, он убежал. Он убежал. Будем верить. Но знаешь, как с Сашей это происходило? Никита сказал, говорит, моего персонажа придавило завалом. Все, ребят, он умер. Играйте. Такая вот, блядь, роллплей от игровочка. Будем верить, что он просто потерялся в пещере. Так. Я должен дать балл судьбы за рассказ. Даю. Поздравляю. Так. Ну что, ребята. Вы теперь все готовы играть? Все. Вы остаетесь в Визолесе. Ну, вы сейчас находитесь в Визолесе. Саша стоит где-то на поле. Как бы, как это сказать. Вот он еще не успел далеко отойти. Ну как, он уже где-то, вы знаете, вот где-то вот на половине дороги в Локхейвен и направляется туда. Вот так вот. Как бы, и ваши действия, вот как бы... Настя, Артем. А, к вам еще секундочку. Вот вы стоите на выходе и собираетесь идти в Локхейвен. И к вам подбегает тот самый парень, который украл, забрал плед. Он подбегает к Насте. Ну, как к персонажу Насти, извините. Как вот обратиться? Подбегает к Сет и такой, простите, пожалуйста, говорит, не так, простите, пожалуйста, добрая мэм, мисс, и отдает плед обратно. Там видно, что плед немножко, ну там, подшитый, подшитый, вот нарисовано что-то там, вот нарисовано, как будто вот, ну, акт милосердия. Собственно, и после этого вы собираетесь, вы все идете в Локхейвен. И Томми тоже с вами, но ему хуёво, у него пробита голова. То есть уже, ну, очень тяжело. И помимо того, он еще сражался. И сейчас вы все, вот там же вы на пути к Локхейвену, вы встречаетесь с Сашей, ну, извините, с Эрнестом, с Эрнестом, и вместе идете докладываться к Гвендолин. То есть доходите до Локхейвена, рассказываете о своих приключениях. Перед самой Гвендолин вы не застаете, потому что она была на дипломатических переговорах между сласками. И вас встречает Бертрам с Колозубой. Это один из подчиненных. И выше вас по рангу уже, ну, как бы, один из советников Гвендолин. Он видит вас, говорит, что вы замечательно справились с заданием. То есть, ну, как бы, с одним хотя бы. И говорит, что вы можете отдохнуть. Влад в это время падает к хуям в обморок. И его уносят отдыхать. То есть, ну... В лазарет. В лазарет, да. С этого момента, ребята, ну, как бы, его забирали в лазарет. И вам сразу доктор, который забирал его в лазарет, он говорит, что Томми не будет участвовать на этом задании. Ему придется перетерпеть. Потому что с пробитой головой ему тяжеловато будет сражаться. С этого момента, ребята, начинается... Ход ведущего заканчивается. И вы вольны сделать каждый по одной проверке на свою... Что-то сделать, позаниматься в городе. Как бы, вот. Вы выходите на улицу, ребята. И сразу попадаете на рынок в Лох-Хейвене. Вас сразу подходит трактирщик и говорит... Не трактирщик, подходит торговец и хочет, говорит, посмотрите на мои ассортименты. Смотрите вы на его ассортимент или нет, ребята? Вы все втроем вместе. Я бы посмотрел на самом-то деле. Настя, Артем. Почему нет? Почему нет? Собственно... Это же сейчас, получается, ход игроков. Сейчас... Ну, давай сделаем как? Давай сделаем как? Сейчас вот вы с торговцем запиздитесь, и начнется ваш ход. А сейчас еще ход ведущего. Окей. Пусть будет так. Вот вам, как бы, ассортимент товаров, ребята. Раскладывайте. И смотрите. Миска Рис. Можете... Ребят, можете доставать отсюда и смотреть. Как бы потом, если что, все уберем обратно. То есть, ну, у него, видите, такой хуевенький. Хуевенький ассортимент, если честно. Вы можете, ребят, вы можете разговаривать и думать, у вас 150 голды. Вот здесь общее золото, если что. Блядь, упади. Одну секундочку, я вот этот... Да-да-да. Давай, Сашка. Кастомайз. Да-да-да, да-да, все правильно. Тупой кастомайз. Нормально-нормально, все правильно. Так, все, миски все я поставил. Все, смотрите, ребята, вот ваш ассортимент товаров. Который у вас 150 золотых. Объективно, по факту, нам нужно взять аптечку. Потому что, чтобы не было больше таких ситуаций, когда у кого-нибудь голова, блин, начнет кровоточить, и мы ничего не сможем с этим сделать. Тут есть сладкий рулет. Сладкий рулет, да. Еще есть мед, ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Описание предметов тоже смотрите. В нем, может быть, что-то написано. Монет всего лишь. Пять мышей. Отлично. У нас прошлая веревка жива? А вот обратитесь к тому, к кому. Ну, у Саши есть веревка. У меня, да, веревка. Нет, это тоже было бы не лишней, мало ли. Ну, денег мало, финансов мало, ребята. Ну да, какие вообще разноценки, а? А, правой кнопкой мыши нажми, и там видно. А, понял. Вот так вот. Вау. То есть, как бы, ну... Так, у меня с математикой плохо, мне нужен калькулятор. А, подожди, не надо доставать. Не надо, нет, нет, мне твой калькулятор неудобен. Я поставил. Ну, вот я им пользоваться не буду на блоке делать. Ладно. Целебный порошок, целебный. Вау. Зачем там железные слитки? Ну, если что, на секунду. Будет наковать снарягу. На секундочку, Артёма, навык кузнец один. О, да. Классно. И что, он на месте безнаковальный этот скуёт? Ну, хуя. Может скурить его. Я буду ковать хинжарики, чтобы прокачиваться. А, ещё, ребята, хочу спиздануть про прокачку. Вот, потому что, в прошлый раз не обсудили. Ребят, чтобы прокачать уровень, вот, пожалуйста, обратите внимание на Сашу. Нужно, нужно количество побед, которые вот уровень ты хочешь апнуть. То есть, допустим, у Саши 4, да? Ему нужно 5 вот этих правильных, блядь, как это называется? 5 пройденных проверок и 4 непройденных проверок. То есть, и так со всем. То есть, вот. Ну, со всем. В плане, там, да. С навыками. Я никогда не понимал. Это, когда ты используешь знания для помощи в проверке. И тут, когда ты прошёл проверку, не прошёл проверку. Разобрался и догадался. Это, там, с этим немного сложнее. Пока не затрагиваем. Забей. Это за балл судьбы и за балл личности можно сделать вид, что ты, типа, прошёл проверку вот этой вот. Ну, не пришёл проверку, а использовать за балл личности, балл судьбы вроде как. Ну, тяжело. Это в конфликтах вообще используется, и проверка об этом чуть позже. Ну, я не знаю, ребята. У вас 150 бюджета. Вы вольны тратить его, как хотите. Думайте. Кофе зачем на него есть? Ну, если правильно приготовить, снимают. Ничего не знаю. Нереалистично. В море можно кофейные зёрна жрать. Вопрос. Если я просто... Может, я всё приготовлю, то они и будут эффективнее тогда. Хорошо. То есть их чисто гипотетически можно просто съесть, но там придётся проверку проводить. Да. Очень интересно. Пусть будет так. А мы... Вот у меня вопрос. А мы что-то о следующих городах знаем? Вы можете в свой ход попытаться узнать, Александр, о них? Так, у вас нет никакой информации о них. Пока что. Так, и вы находитесь в Лукхайвене, всё. Ну, аптечку в любом случае надо брать. Ну, либо бинты, что-то из этого. Ну, я думаю, надо аптечку взять, тупый пестик и ещё что-то. Ну, справедливо. Давайте отложим, что ли. Так что, вырывку на сторону? Я вот просто думаю, ребята, если в белой сосне или в чернотопе будет какая-нибудь шахта, а у нас ни фонаря, ни кирки. Да, только кирка стоит 150. И фонарь тоже. У нас не хватит на неё. Вы можете попытаться договориться с Тарковцем. О, нет, опять конфликт. Мы не ведём переговоры с Тарковцем. Я могу, ну, опять же, не, конфликт душно. Конфликта не будет, сразу скажу. Да, просто проверка? Просто проверка, ребята. Ну, тогда можно попробовать. То есть, ну, как бы, да. Можете попытаться с ним договориться, чтобы он вообще просто даром мог дать вещь? Да, роман дает вещь, ладно. Вот. Вась, каринная, богаче станешь. Да, роман дает вещь, сволочь. А, это была уже попытка убедить. Кирка твоя, Настя, забирай. Нет, я шучу. Ну, ну, допустим, ладно, я вот. А я использую вот черту. Черту характера? Да, пылкая. Пылкая? Да, дай. Да, роман дает. Дрянь, сволочь. Я так и сказала. Угу, так, пылкая. И что, ты? Это, получается, мне плюс один кубик. Угу. И что, ты хочешь попытаться заболтать? Я хочу, чтобы он отдал, я не знаю, мёд бесплатно. Нихуя себе! Мёд, мёд, мёд такое, конечно. Ну, 80, это не кирка и фонарь, они дороже. Всё, честно. Дай мёд. Ах, она дай мёд. Как жестоко. Ну, хорошо. Чтобы пройти эту проверку, тебе нужно пройти навык торгаж. Следовательно, от пылка у тебя дополнительный кубик. Три. Угу. Хорошо, давайте попробуем. Конечно. Подожди. Сложность, сложность, чтобы договориться с ним, это три. Ну, хорошо. Три успешных кубика. Если кто-то... Ребята, кто-то может попытаться помочь с помощью навыка торгаж или манипулятор. Хэштег манипулятор. Вот. У вас... Так что, ребята, если кто-то хочет, то бесплатный мёд, ребят. То есть, можете попытаться на бесплатный мёд. На пятерых мышей. На пятерых мышей. А нас трое. Пока же. То есть, там останется, останется ещё, если вы захотите есть. Так. Артём помогает. Александр, готовы вы помочь за мёд? Там уже нормальный кубиков, ты чё? Ну, проверка, проверка три, Саш. Проверка три успеха. Кубиков пять. Ну, если, Александр, непоколебим, то, Настя, пытайся. Ну, дай бог. Да, поздравляю, мёд у вас. Ты, Виталий, сказал, я непоколебим. Я ведь реально... Ну, я не преклонен. Не преклонен, реально. Мёд, вы получили. Торговец говорит. Хорошо. Вам. Хорошо. За ваши милые глаза, Сэд, я готов отдать вам баночку мёда. И он отдаёт. Он испугался просто, да. Хорошо. Ну, а значит, это мы покупаем по-честному. Это у нас спьётся 45 золотых. 40 золотых. 45 не делай. Ну. Не важно, не важно. 45. Ну, 40,5 в уме. Ну, 45 в уме. Хорошо. 45 голды. Что-то ещё? Да нет. Пускай у нас будут лишние деньги, если нам на месте надо будет что-нибудь купить. А кто-то остальное, может, хотите всё-таки взять фонарь и попытаться сказать ему, бля, дядя, за 45 возьмёшь фонарь? Да мы и так у него мёда забрали. Да, мы и так, конечно. Мы так обновили. Убили. Хорошо. Ступку и пестик, и аптечку вы забираете, правильно? Угу. Пусть кто-кто у кого слоты есть. Максим, напомню, всего 7 слотов и в сумке. Ну, у меня уже что-то. Ну, вот, я дам. Пусть ступка забирает Артём, а Саша забирает аптечку. Я не хочу. Хорошо. Пусть Артём забирает аптечку. А, стоп, а я даже мёд не могу взять, получается, да? Ну. Я не знаю. Мёд пусть вот тоже возьмёт. Саша, Артём, кто из вас возьмёт мёд? А, стоп, подожди, нет, у меня одна фальшивка. Ага, фальшивка, всё. А, да. Я могу её выяснить. Можно тогда выкинуть пока? Что-что-что выкинуть? Да, выкидывай, конечно, конечно. Да, 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 можно, можно. А этого, кстати, нету у меня. Это я не закинул, да. Ну, ничего страшного, пусть существует. Вот тут опять карта валяется. Она здесь с прошлого раза, ребята. Так, ладно, всё. Как я понимаю, всё, ребята. Вы наторговались. Всё. Я лично, да. Александр? Ещё что-то будете пытаться получить? Кирка, может быть, фонарь всё-таки, который вас интересовал? Я вот, я сейчас не по игре, я просто скажу, я настолько задолбался быть торгашом, везде торговать, я вообще не хочу в торговле никаких дел иметь. Всё. Тогда я забираю это всё, ассортимент, в следующий раз вы получите его. Всё. Начинается ход игроков, ребята. Вы можете использовать ход игроков, вы можете попытаться избавиться от состояния. У Насти и у Артёма состояние усталости. Им бы, конечно, избавиться от этого было бы замечательно. Да, и я так, насколько помню, у нас получается одна проверка, мы можем пройти. Да, одна бесплатная, или же за баллы, так, или же можете использовать баллы, чтобы, по-моему, там написать. У нас нет, нет, проверочные баллы. А, проверочные баллы. У нас их нет. Проверочные баллы. Ты, кстати, вот Настя спрашивала, можешь поднасрать себе, чтобы получить проверочные баллы. Да, ребята, ребят, смотрите, в чём суть. С помощью черт вы можете не только помогать себе, но и обосрать, и получать проверочные баллы. За проверочные баллы, вот, например, вы можете сейчас в свой ход игрока, можете их использовать, короче, для дополнительных проверок. То есть, в ход одна бесплатная проверка, ваш ход игрока. То есть, сейчас уже стадия игры, ход игрока. И, как бы, если у вас будут проверочные баллы, вы можете ещё одну проверку сделать. То есть, но для этого нужно будет подъебать себя. Вот так. Это, конечно, не так. Немного. А как же? Что-то не в эту конкретно проверку. Ну, нет, да, я имею в виду, что не в эту. Именно во время хода. Во время хода. Есть, опять же, нужно этот бланк ещё постоянно заполнять и редактировать. Это уже как напоминание. Если, вот, я использовала, получается, свою черту, я, в принципе, представила, что я её в эту сессию, чтобы помочь себе, использовала. Но я могу ещё, я так полагаю, четыре раза, да, использовать, чтобы себе навредить и получить за это проверочные баллы. Угу. Хорошо. То есть, за один, за одну сессию можно, получается, четыре проверочных балла с одной черты получить. Угу. Хорошо. Всё, ребята. Ваши действия. Начнём, значит, что ты делаешь? То есть, сейчас, секундочку, я даже скажу перечень, чего вы можете сделать. Ну, давай. Сейчас. Как бы и так всё понятно. Мне усталость, значит, мне нужна, я хочу отдохнуть, пока мы делали привал. Не знаю, пойду. В казармы посплю. Понял. Настя идёт спать в казармы. Так. Восстановление. Чтобы нормально поспать. Уходы игроков. Снять одно или несколько. Да, всё просто, ты просто. Для вас обычно требуется провести проверку. Ммм. Выспалась я или нет? Да, вопрос серьёзный. Хороший вопрос. Я лично сейчас в реальности не выспалась. Я вообще понимаю. Ну, что я могу тебе сказать, Настя? Кидай кубик. Ну, это несложно. Один. Один, блядь. И проверяется твоё здоровье. Один успех, чтобы выспаться. Ну, потому что, ну, это выспаться, ну, ёбаный в рот, блядь. Ну, выспаться не так. Или как? Или ты хочешь сказать? Нет, Настя, всё, пиздец. Пять. Пять проверка. Там восстановление, сложность, три здоровья. Сколько? Один, я сказал. Выспаться. Очередность восстановления три. Нет. Не должно быть три. Не должно быть один. Или что? Смотри. Смотри. Угу. Сейчас. Тут вот у меня есть конспект. А, вон. В состоянии как раз таки сделано. Там, там вон написано, да. Хорошо. Ну, сложность три здоровья, сложность два ресурса. Или использовать отношения. Прям на карте встало. Ну, да, и тут это зависит, что, чтобы снять усталость, если ты, допустим, где-то, как сказать, пытаешься себе перебороть, например, да, то тогда это будет три. А если ты где-то находишься, вот, как в нашем случае, то есть, ну, ночлег у тебя есть, то тогда два. Два. И ресурсы ты проводишь проверку. Ну, получается. Это... Это, да, это хуже, чем у тебя такая ситуация? Да. Так что, ну... Так что, ну... Сложность два ресурса. На карточке написано. Или используйте отношения. Подожди. Это фигня какая-то есть. Вообще, ну, я согласен, какая-то ебанина, почему, ну... А почему я должна ресурсы проводить? Это, ну, даже... Ты, видимо, ищешь кровать. Так я пошла в казармы. Ну, а, блядь, а всё? Ну, тут на карте так написано. Если хотите, мы либо... Ну, по лору-то не звучит. Ну, по лору, хорошо. Так давайте тогда я предложил, как я считаю сделать. То есть, давайте вот начнём с того, что данжен мастер это скажет. Давайте. Пусть тогда это будет проверка не себе, не вам. Проверка здоровья пусть будет. Хорошо. И здоровья на один меньше, на два. Два здоровья, чтобы выспаться. Кидай, Настя. Чё ты сказал? Чтобы... 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 Чтобы восстановиться от усталости. Тебе нужен успех, два, да. От здоровья колеблется. То есть, пять кубиков кидай и... Хорошо. Просто ты это так сказал, что я ничего не поняла. Давай. Так. Всё, поздравляю, ты выспалась. Даже лучше, чем было. Всё, усталость ушла. Поздравляю. Усталости больше нет. Просто ресурсы, мне кажется, что это наоборот, когда ты пытаешься найти где-то... Ну, давайте по логике. Теперь, Александр, Саша. Так, сейчас, секундочку. Ну, опять же, можешь восстановиться. Перегруппировка и смена снаряжения. Ход игроков? Чтобы провести проверку способности ресурса, чтобы получить снаряжение. Или провести проверку способности связи, чтобы получить помощь и найти союзников. Ну, то есть, допустим, вот ты можешь сейчас, Саша, провести проверку связей и попытаться... Вот ты говорил о том, что мы нихуя не знаем про города. Ты можешь попытаться узнать про Чернополь, чертополь, блядь, и белую сосну, проведя проверку связи. А потом, тут написано, драки и прочее, чем можно заняться. Можно затеять настоящий конфликт с другими мышами вашего патруля, какими-нибудь знакомыми друзьями или родственниками. А также с персонажами ведущего. Как при любой другой проверке. Чтобы начать конфликт, или потратить один проверочный балл, или бесплатную проверку. То есть, ну, Саша, смотри, какой у тебя есть выбор сейчас. Ты можешь восстановить ресурсы, поискать там, я не знаю, хавку, у кого-нибудь прийти там, потому что тебе восстанавливать-то нечего. Ты здоровый, тебе заебись. Ты здоров как бык, хоть ты и мышь. Вот. Можешь попытаться, опять же, связь и попытаться найти информацию про белую сосну и чертополь. Или можешь пойти, зайти в бар и набить кому-то ебальник. Я даже не запрещаю. Не, я информацию про белую сосну хочу узнать. Ты хочешь узнать информацию про белую сосну? Что ты для этого делаешь? Куда идешь? Ну, какому-нибудь... Какому-нибудь аналогу библиотеки. Аналогу библиотеки? Ты будешь искать книги про белую сосну? Ну, возможно, да. Понял, то есть вот так. Узнать, что там написано, что о городе вообще говорят. Хорошо, Саша. Ну, пишут, точнее пишут. Пишут. Ну, библиотека в Локхэйвене самая большая. Во всех городах. Потому что это ебейший город. Большой. Поэтому ты идешь, Саша. Идешь в библиотеку. И тебе нужно выкинуть... Это будет проверка ресурсов. Тебе нужно выкинуть хотя бы один кубик. Можешь кидать либо... Либо ресурсы... У тебя ресурсы два. Либо кидай один... Либо... Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Либо ты можешь провести проверку природы. Но если в случае... Хуёвого... Хуёвого... Как это тебе сказать? Если ты проебешь, короче, эту проверку... На один... То у тебя потеряется одна природа. Не, не хочу. На природу кидать. Значит, ты кидаешь на ресурсы. Давай, Саш, кидай. А какой успех там? Один? Один. Да, я не буду допить что-то вот. Один успех, Саша. То есть, 50%. 50%? А, нет, не 50%. Ну, ладно. Кидай, Сашка. У тебя два успеха, Саша. Тебе... Ты находишь книгу... Подожди, да я... Да я себе запишу ещё один крестик. Конечно, конечно, Сашенька. Конечно, Сашенька. Записай. Всё. Ты находишь... Как это сказать? Книгу про историю белой сосны. И говоришь... И знаешь... Знаешь, вот... Белая сосна. Белая сосна. Вот ты её листаешь вот так вот. Листаешь её и... Находишь о том, что Белая сосна... Это... Город, который построен в дупле сосны, естественно. Там полностью вся сосна... Мыши... Это второй по величине город после Лукхэйвена. И к тому же, там написано, что в городе ценится технология. А правит это и Шулупонью, извините, городом прекрасным. Так в книге и написано. Но вольная, вольная книга, вольная книга, понимаете? Вольная. Правит Генрих Третий на сегодняшний момент. Ему... Это мышь, старая мышь. Ему уже 60 лет. И когда-то он топил за технологии. Но сейчас, к сожалению, из-за состояния... Из-за того, что он старый маразматик, он решил податься в религию. Потому что он потерял свою семью, и у него из семьи остался только сын. И как бы... Ну, это большая... Это большая технологичная, как бы, я бы сказал, столица. Там есть ученые, блядь. Там у них есть лифты, нахуй, когда в средневековье хуй знает, как... Как лифты-то, блядь. А у них нормальные такие лифты, блядь. То есть, ну, замечательные. Помимо этого, там придумали арбалет. В белой сосне. Еще давным-давно. Предки Генриха Третьего. Генрих Второй, если точнее. Вот. И как бы, ну... Такая, как тебе сказать? Продвинутая. Не по своим годам развитый город. То есть, ну, вот... Не по эпохе, я бы сказал. То есть, там придумывают ебейший. Там, блядь, я не знаю. Ощущение, что они как будто, знаешь, в шаге от... В шаге от того, чтобы электричество открыть, как, блядь, Томас Эдисон и Никола Тесла, нахуй. То есть, ну, такие вот. То есть, там очень продвинутые мыши. Все, Саш, ты свою проверку провел? Я думаю, ты доволен результатом. Угу. Артемий? Да-да. Какую проверку проводите вы? Угу. Опять же, я могу... Так. Ты можешь сейчас провести проверку. Сейчас я обратно страничку открою. Вот. Ход игроков. Ты можешь... Ты можешь, ты можешь, ты можешь. Повторюсь. Восстановиться. Перегруппироваться. То есть, допустим, провести проверку ресурсов, поискать еды и там вся хуйня. Надо отдохнуть. Отдохнуть. Ты будешь отдыхать, правильно? Правильно? Конечно. И куда ты идешь для этого? Ну, туда же, куда я найдусь. В казармы. Правильно? Чего мне искать другое место? Хорошо. Хорошо. У тебя проверка здоровья. У тебя 6 кубиков. Тебе нужно выкинуть 2 успеха. Разлетелись. Все, поздравляю, ты выспался, усталость спала с тебя. Больше никаких проблем. Все, ребята, ваши ходы закончились. Как бы ход игроков закончился. Поэтому вам пора двигаться дальше. Куда вы двигаетесь дальше, ребята? Тут совет лидера вам никто не назначал. То есть, в прошлый раз Сашу назначили лидером. Но сейчас вы вольны сами выбрать лидера. Или же путем голосования дойти между собой. Голосование. Демократия. Голосование. Да, да, да. Вот, вот. Куда вы двигаетесь дальше? В Белую сосну или Чертополь? Ну, раз мы узнали про Белую сосну, логично пойти в Белую сосну. А я бы хотел в Чертополь. Демократия. Нет, это шутка, это шутка, шутка. Хорошо, хорошо. Мне без разницы. У меня на поиски приключений и самое то. Все, тогда вы направляетесь в Белую сосну. Как я понимаю, вы идете пешком, ребята. Правильно? Ну, нет, 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 нет. Полоски все-таки ходят из Локхэйвена, да? Да, тем более из первого города во второй по величине сто процентов ходят полоски. Кому-нибудь-то запрыгнем. Конечно. Тогда какую проверку ты делаешь, Саша? Ресурсы, правильно? Правильные ресурсы. Правильные ресурсы. Все, тогда кидай. Я хочу договориться опять найти караванщика. Ребята, ну тут надо помочь, потому что в Локхэйвене загруженность и есть небольшие проблемы с транспортом на данный момент. Поэтому, ну, проверка... Чтобы Саше найти повозку, нужно три кубика. У Саше два. Нужно три кубика? То есть три надо выкинуть, я понял. Артемий? А каким навыкам это? Ресурсы. А, ресурсы? У меня один. Ну, даже один, это уже заебись. И коробль прижет. Вот. Давайте. Ну, это один. Ну, может два, но в любом случае... К сожалению, конечно, не вышло, но вы не находите никого, но тут, тут. Неожиданно. А, подожди, стой. Я тебе, получается, провал ставлю, да? Да. Неожиданно для всех. Саша встречает Хана, торговца. Он видит своего друга. Оооо! А Хан как раз на новой карете, блядь, за чёрное Рено Логан двадцатого цвета двадцатого века. Вот. Как бы, ну, на карете, естественно. Там... А у него ещё друг Чуи должен быть. Хорошо. У него есть друг Чуи, они вместе. Хан и Чуи Соло, блядь. Они... Они, собственно... Они видят Сашу. Извините, Эрнеста. И говорят, Привет, Эрнест! Тебя подбросить! Хан, дружище, а куда направляешься? Как раз ему... Тебе повезло, он собирается ехать в... Рассветный утёс, но по пути он же торговец и караванщик, собственно. Поэтому он будет заезжать на каждый город, который представится ему пути. И он показывает тебе карту маршрута. Он собирается сначала заехать в Белую сосну, потом Рассветный утёс, потом вот это калм вот этот, разнотрав, Железнолесие, Чёрный утёс, Пестороть, Глинория и обратно в Локхайвен. Вот. То есть, как бы, ну, первый путь это Белая сосна. Ну, дружище, подбросишь меня и моих товарищей до Белой сосны? Конечно, друг, но пять, пять золота на бензин. Вернее, пять золота на корм. Да какой бензин, какой корм. Дружище, у тебя этот город первый, ты без нас бы туда спокойно добрался. Ладно, ты прав, Эрнест, это просто безобидная шутка. А в случае нападения выгодная помощь? Хан подмигивает глазом и говорит, залезайте, ребята. Я всегда готов помочь своим друзьям. Вы, собственно, вы залезли, едете, едете. Если что, повозка такая, знаете, её, такая, как сказать, у него всё-таки не самая хорошая повозка и вот, ты новая, я сказал, шикарная карета. Карета шикарная. Ну, я плавал. Это со слов Хана, со слов Хана. Ладно, ребята, я шучу, хорошо. Вы доезжаете почти до Белой Сосны и встречаете, ну, едете, и сейчас уже наступил вечер, пока вы ехали, потому что дорога не близкая, наступил вечер, начался туман. Вы рядом с собой видите очень мало всего и видите, но, 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 тут Артём, смотря из кареты, замечает, что рядом с Белой Сосной, вот, где-то вот здесь вот, ребята, ещё не доезжая до неё, вот где-то здесь кладбище, и там какие-то мыши закапывают, так скажем, раскапывают могилы. Ваши действия? Ну, 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 а у нас, а у нас как, у нас, типа, в рамках религии как работает это? Ну, мыши, если что, там вот, Хан говорит о том, что там, раньше, вот он тоже видит эту фигню, но он ничего не говорит, типа, он говорит, я может быть, лучше мы, может, лучше мы проедем это всё и не будем связываться. В рамках религии, ну, это хуёво, естественно, раскапывать трупы, это хуёво, ну, так, тогда, раз мы стража, мы должны пресечь данное преступление. Хан говорит, Эрнест, может быть, всё-таки не надо, мы просто проедем без каких-то проблем. Хан, дружище, я не я, если не буду отстаивать честь стража и отстаивать законы нашей страны. Ах, ты познакомился со мной? Он? Благодаря чему? Я тебя спас? И благородство играть не буду? Я понял. Хорошо. Я тебя спас, ты меня выручал немало раз. Доверься мне. Просто подожди. Он остановил повозку и случилось что? Ну, он остановил повозку и вы видите, как бы, то, что копают могилы. Там трое мышей. Они копают могилу, могилы и вот что-то пытаются найти. Ваши действия, ребята? Туман ещё, если что? То есть, как бы, ну... Я предлагаю такой план. Я иду на переговоры, вы вдвоём в засаду. Устраивает ли? Отличный план. Тут, тут Хан пытается возразить, говорит, мы не поможем, но ещё, ещё хотел сказать, Эрнест, у тебя лук, может быть, лучше ты посидишь в засаде? Ну, Хан, я из-за тумана ничего не вижу. Он просто замолчал и... Я говорю, Хан, обожди, обожди. Всё, хорошо, они просто устанавливаются, станут калебрующиеся. Я вот достану свой ножик сейчас. Достану? Могу я, да? Могу я ножик свой достать? Просто поменять пока. Конечно, конечно. В это время ты подходишь и достаёшь свой ножик. Не замерзай, другим. ну типа, я держу его наготове. Да, да, я понял. Ты подходишь и видишь трёх мышей. Они спрашивают, чё тебе надо? Господа мыши, почему в такое время вы занимаетесь расхитительством могил? Он говорит, а какое же это расхитительство? Мы разве что-то делаем, мы просто роем новые могилы. А где же тогда трупы, чтобы туда их закопать? А мы делаем это заранее. Слыхал я одну притчу про мясника, который тоже делал заготовки, так сказать, заранее. Но он делал их настолько заранее, что вся еда тухла к их применению. Так вот, эти норы слишком рано выкопаны. Поэтому либо показывайте приказ, что вам даны эти действия копают. Либо же убирайтесь отсюда. По-хорошему. Второй из мышей поднял лопату. Вообще остановили. До этого мыши копали, там двое оставшихся, которые не разговаривают. Но они взяли лопаты и очень злобно смотрят на Эрнеста. Смотрят с такой злобой. И главный говорит из них, «Слушай, парень, тебе не нужны эти проблемы, просто уйди». «Парень, проблемы, я страж». Они смотрят на плащ, ужасаются. В таком тумане они такие «Ой-ой, извините, в таком тумане не видели». «Я еще раз повторяю, либо показывайте приказ, либо убирайтесь отсюда. Иначе я дам вас под суд». В это время двое оставшихся шепчутся о чем-то и главный кричит «Бежим, ребята!» А я кричу ребятам «Хватай их!» Они начинают бежать в лес рядом с белой сосной. То есть вот в ту сторону. Извини, но можно вмешаться в происходящие? Да, конечно, конечно, вы можете. Я так полагаю, что мы сидели в кустах плюс в тумане в засаде. Конечно, вам нихуя не видно было. Прекрасно. Тогда я рукоятью меча стукаю одного по голове. Хорошо. Чтобы его вырубить. Не нужна никакая проверка, потому что вы были, естественно, одного стукнуло, но другие двое бегут. Им наплевать на друга. Они бегут вдаль. Просто бегут, потому что не видно. Я бегу за ними. Понял. Артем, что в это время делает? Да, собственно, тоже надо бежать. Понял. Вы все бежите догонять за ним. Если что... То есть один вырублен? Да. Я вот так еще кричу, типа, Хан, присмотри за ним. Хан просто фейспам взял, говорит, блять, кто я попал, нахуй? Говорит, ну вот, и как бы, ну, смотрит за этим всем. Ну, ну, как бы, естественно, приказ выполняет. То есть, они вместе с Чуей слезли и смотрят. Ну, в это время вы, ну, опять же, вы бежите за оставшимися. В это время Саша замечает мешок с награбленными. Там вот прям, вот прям такой, знаете, белый мешок, нихуя не видно внутри, ну, что-то они явно спиздили оттуда. То есть, я не... Ну, а те уже убежали? Я их не вижу. Нет, ты их видишь, двоих, естественно, ты двоих видишь. А я подниму этот мешочек, но и бегу дальше за ними. Нет, именно мешочек в руках у одного из них, вот так. А, все, понял. То есть, ты просто, ты просто заметил мешок. Ну, что, ребят, я не знаю, как-то надо ловить, думайте. Что-что? Можно конфликт погоня, но я не хочу. Конфликты душно, Артемий. Не хочу пока у вас сильно конфликты. У вас впереди ебать конфликтов. Так что, вот. И восемь мне уходить надо будет. И восемь надо будет уходить, да. У тебя еще два часика есть. Так, ребята, ну, что я могу сказать? Как бы, ну, какие-то действия, какой-то план перехват у вас есть? Нет, мы просто бежим с ними. В таком случае, в таком случае. Они, блядь, ну, они просто, они устают, и вы тоже уже устаете от этой беготни. Поэтому, ребята, один из них падает, тот, который был с мешком, но второй, второй продолжает бежать. Я подхожу, я подбегаю к тому, что к мешку, держу его, вот так вот, ношу его горло, говорю, не рыпайся, иначе хуже будет. А ребятам говорю, типа, бегите за тем. Последний, последний добегает до какого-то озерка и прыгает в него. Прямо вот, блядь, ему похуй, он просто берет и прыгает. И переплывает, нахуй, он просто плывет, ему похуй. Там прям такое, открытое озеро. То есть, ваше действие. За ним. За ним. Вы тоже прыгаете в воду. Я, да. Оказывается, глубоко. Вам бы надо было, в таком случае, вам бы пройти проверку, ребята, потому что проверка, значит, там глубоко, глубоко, и проверка на специалиста по выживанию. Нифига себе, кого? Да подожди, бегство лазаня. Нет, подожди, бегство, но это не бегство. Ну, это не совсем бегство, но плаванье, это скорее все-таки какое-то... Ну, мне кажется, планеты по природе. Ну, да, kind of. Хорошо, кидайте природу, там очень глубокая яма, чтобы его догнать. Сложность проверки 4, ребята. Ладно, ребята, сложность проверки 3. Не сильно сложно, потому что, ну, он устал. Так, Настя кинула. Настя не смогла догнать его. Артем. Артем, догоняет его, прям, блядь, за шкирку, хватай этого нахуй, прямо в воде какая-то борьба начинается. Артем, бандит пытается толкнуть Артема, говорит, блядь, отъебись от меня, ты, маленький ублюдок. Он прям толкает, толкает, и Артема прям под воду, блядь, прям там драка, потому что, ну, это такой большой уже крыс, я бы сказал, мышь прям, большой мышь прям, он пытается Артема утопить нахуй, вообще. То есть, ну, настолько ебнутый чел. Так что, Артем, ты, твои действия, как? Что ты делаешь? Настя в это время подплывает, естественно, к этому всему. То есть, ну, плывет. А я, скажи, пожалуйста, я мог за это время вот эту мышу отвезти к Хану тоже? Да, конечно. И побежать к ребятам? Конечно, ну, ты еще в пути, Саша, потому что, далековато. Надо бороться? Надо бороться, понял, бороться, проверка навыка воин. Блядь, грустненько, Артем, да, попал в просак. Воин? Боец. Боец, да, ну, боец. Войн и боец разные навыки. Хорошо, боец. Артем, проверка? Один. Один. Он, он такой сильный. Тебе, ну, опять же, сложность. Ну, ты кинь кубик, Артем. Я же подплыла. Да, Настя подплыла, может помочь. Я могу помочь. Конечно. Фактически. Да, ты уже рядом. Это тоже боец. Да, тоже боец. Еще три кубика своих. Вы уже втроем пытаетесь уломать этого ублюдка. Втроем? Вдвоем, вдвоем, конечно. Вдвоем. три, 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 ну, ну, блять, заставили ему конкуренцию и скрутили его. Просто вот в воде. Ну, теперь вам бы выплатить оттуда, ребята. То есть, ну, тут в данном случае просто проверка природы. Так, а я не могу прибежать там и веревку им спустить? Саша, ты можешь, конечно. Ты прибегаешь и спускаешь им веревку. Поэтому проверка, опять же, вы на середине озера. Объясню вам. То есть, вы на середине озера. Проверка будет природы. В данном случае. И очень глубокое озеро. Вообще, этот чел ебнутый, говорю, заплыл, хуй пойми куда. И вот. И, ну, что могу сказать? Сложность проверки, в данном случае, у вас 12 кубиков, ребята. Потому что вы вместе проводите проверку, вы выплываете этого ублюдка пытаясь. И, ну, вам нужно хотя бы, чтобы 4 выпало. Кидайте. На счет 3 вместе, давайте вот так. Ну, похуй-то, Настя, кидай, кидай. Да я их видели, но одновременно я их касаю. Все нормально. Давай. Угу, все. Поздравляю, ровно 4 затынили, да? 12 кубиков, чуть нахуй не утонули вообще. Тяжелый. Вы, вы выплыли. Ну, собственно, все вместе, все в сборе, отводите его обратно. И, что вы дальше делаете? Ну, как? Допрашиваем, че? То есть, Александр, ты допрашиваешь их? Да, я прям жестко допрашиваю. Жестко допрашиваешь. Ну, а как? Опиши, опиши, пожалуйста, поподробнее, как ты допрашиваешь их? Ну, вот они, вот они у повозки, могут с ханом. Да, 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 ну, вы даже, вот так вот. Они все на коленях. Ну, там один вырубленный, двое на коленях. Угу. Я спрашиваю, с кем вот я вначале говорил, вот так вот, типа, из лука натягиваю стрелу, и вот так вот держу, и спрашиваю, зачем вы рыли могилы? Он очень дрожащим голосом говорит, понимаете, сэр, мистер, твистер, мне говорит, понимаете, сэр? Я с локтя, я с локтя его бью, и говорю, и говорю конкретнее, зачем вы рыли могилы? Мы из бедной семьи, все втроем, три брата. Тогда почему вы не пошли работать, раз вы из бедной семьи? Работать тяжело, а мы хотим легких денег. Нам сказали, что так можно заработать. А вы понимаете, что у нас два года назад была война, и вот эти люди, которых вы грабили, они защищали вас, и всех, в принципе, кто есть. А вы вот так вот им платите. Как вам не стыдно? Они смотрят на тебя глазами, которые вот прям такими, знаешь, как вот ребенок провинился, вот они смотрят на тебя глазами, а третий просто спит, храпит, блядь, ему хуевенько. Вот. И... Я говорю, ну и что мы делать с вами будем? Он говорит, понять и простить. Нет. Вы, во-первых, осквернили нашу религию, во-вторых, осквернили могилы этих хороших мышей. Вне зависимости от вашего возраста вас отправят на суд, и там решат вашу дальнейшую судьбу. Угу. А как доставлять-то соберетесь, Александр? Такой вот вопрос. От хана, от хана прилетел. Мы доставим их в белую сосну, сдадим местным властям. Понял. Хорошо. Там пускай с нами с ними разбираются. Понял. Пусть. Так и будет. А, я еще, я еще этот, я еще у одного достаю мешочек белый и смотрю, что там. Внутри драгоценные камни. Много драгоценных камней. То есть, много всяких изумрудов, цитринов, рубинов. То есть, драгоценности, с которыми были похоронены солдаты. Так, вот я говорю вот этому главному, с которым я говорил. Ты идешь со мной и сейчас возвращаемся на свои места. хорошо. Ну, вы вернули все драгоценности. Драгоценности ушли обратно. Не, у отряда мышей-то нет никаких возражений? Артем, Настя, все. Единственное, что я начинаю на этих мышей кричать, потому что, ну, что за наглость, вообще. Что за наглость? И еще мы вот этих двух заставляем обратно все закапывать. Пока вы заставляете все закапывать, проходит время, туман уже постепенно сходит. И что, как, ну, вы хотя, то есть, все, Хан говорит уже все. Говорит, я заебался уже держать, нам надо, мы отстаем от графика. То есть, как бы, ну, что вы делаете дальше с этими? То есть, сажаете их, как я понимаю, в полоску и тоже везете? Да, да, да. А хотя бы связывайте их, Александр? Было бы неплохо. Ну, у меня только одна веревка. Это раз. Ее можно, в принципе, как... Ну, хорошо, я всех троих связываю, в принципе, и сижу на коруле, как бы, с луком и со стрелой. Веревочку, веревочку, пожалуйста, на стол. Все. Веревку на стол. Веревку на стол. Так, все, веревку на стол, все. Замечательно. Вы после этого везете их в белую сосну, доезжаете до белой сосны, а там карнавал. Прямо все люди в это время все посветлело уже. То есть уже туман пропал. А там, там получается сосна, вот это, она как елка типа рождественская, типа там внутри все это, там типа эпилепсия, там все вот это вот. Нет, там просто, там, там, даже не карнавал, как вот, вот знаете, такой вот цирк, приехал, а клоуны остались. Да, гуляния. То есть, прямо... А то я представил, просто лес, да, сосна, и там она такая бам-бам-бам. Там, то есть, ну, вы приходите туда, там цирк, цирк, цирк уродов, вот так я бы сказал. Цирк с, цирк с насекомыми. Не, в натуре цирк, цирк с уродами. У нас тоже уже есть. Вот. И вход в белую сосну, он сделан так, очень-очень скрыто, через, знаете, через поршни, вот так вот, я бы сказал. То есть, там прям выдвигается, такая вот, ну, тише. Да-да-да-да. Как в бед, нет, как в бед пещеру, ты хочешь сказать? Ну, вот-вот, вот такая вот хуйня, да, и вот она открывается, типа, как мост в средневековых замках, поняли? Вот. И как бы, ну, вот такой вход, и он как бы замаскирован, то есть, сделан из того же материала, что и дерево, как бы, ну, то есть, из дерева. Вот. И, из коры, да. Ну, вы-то что делаете с пленниками? То есть, ну, вы пленников высадили. Ну, я оглядываюсь, смотрю на, есть ли где-то местная стража. Угу, местная стража. Давай, Саша, тогда кинь проверку на связи. Достаточно одного, потому что стражи, стражи есть. Кидай, Сашка. Ты находишь стражу, успешно отдаешь их. подожди, это связи. Так. Ну, они, они смотрят, спрашивают, что это за мышь, какого, почему вы вообще держите веревки мышей, и ты что говоришь им, Саша? Я говорю, я представитель стражи из Локхэйвена. Угу. Они говорят... Мы представители, мы представители стражи из Локхэйвена, мы ведем этих нарушителей, они оскверняли могилы близ вашего города. Угу. в это время сама стража города смотрят на них, так я знаю этих мальчишек. Говорят, что, ну, они опять же здесь же живут, только в трущобах. Зарабатывать нихуя не любят деньги, на работу не ходят, знаете, вот. Они привлекались уже несколько раз за всякие проблемы. Ну, я требую, чтобы их судили, и желательно, чтобы приговор был к этим... Как эта штука называется, простите, преступникам, заключенным. Нет, 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 подожди, сейчас. Нарушителям закона. Да подожди, нет, нет. Я хочу, чтобы их наказанием являлась исправительная работа. Вот. Угу. Он говорит, ну, это вам судью разговаривать надо. Это, 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 это просто мое пожелание. Как судья решит, так и решит. Я просто, просто передайте это, и мы пойдем по своим делам. Пойдем по своим делам. Я вот так вот веревку, типа, распутываю, говорю, держите, веревку себе забираю. Все, забираешь веревку, их отдаешь, вы, собственно, пока вы были в пути, хан тут тоже подзаебался, он прям стоит во время вот этого вот, блядь, во время этого праздника, смотрит на это все у него, глаза прям так, он начинает улыбаться, говорит, неужто я наконец-то отдохну от этой торговли. И предлагает вам всем тоже погулять пока, не заходить в город, а погулять снаружи и посмотреть на цирк уродов и цирк с насекомыми. И еще там, вы замечаете, то есть, прям в городе какой-то вот, знаете, праздник, такой вот, вы не знаете, что это за праздник, никто вам не говорит и особо не афишируется, но праздник как бы, ну, он праздник. и как бы, ну, блядь, как бы вот объяснить правильно, правильно, правильно. Там прям все, все люди, очень много мышей города отдыхает, там прям, я не знаю, смотрит на уродцев. Вы, вы-то что будете делать? Или вы прям по делу сразу войдете в город? Я для начала хочу спросить у товарищей, кому мы в данном городе должны письмо передать? Кого мы должны найти? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А вы посмотрите сюда. У кого письма-то? Вот они. Это у всех. так. А, Генриху третьему мы должны. Так он же, он же, он же, он же городничий. Да-да. Так, если проще пареные репы будет. Давайте отдохнем, ребята. Собственно, вы отдыхаете. Куда вы пойдете в первую? Вот вы видите перед собой огромное такое вот рядом с этой сосной поле такое. Там вот эти карнавальные вагончики со всякой едой там, ну, яблоки запеченные с медом. Еще помимо этого. Хотя, хотя, подожди, 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 давайте так поступим. Вы пока отдохните, я один схожу, отдам письмо, отдохнем как раз тут и в Чернотополь отправимся. Хорошо. С этого момента, я как понимаю, все принимают эти условия, правильно? С этого момента история расходится, разделяется на два, как так скажем, лагеря, и мы начнем сначала с карнавала, пока все развлекаются. Артем, Настя, куда вы идете в первую очередь? Тут перед вами, вот прям описываю вам, перед вами стоит два шатра, в одном уродов показывают, в другом в другом насекомые, всякие насекомые летают, там всякие трюки делают, там мухи, пчелы, шмели, вот это все, то есть, ну там насекомые разные, натренированные цирковые, а в другом интересные уродцы, прям, ну вот именно, там, там знаете, вот вы не видите, кто там, ну там просто все, все люди, которые смотрят, они такие, вау, ходят оттуда и говорят, вау, вот это уродцы, вот, куда вы идете, а еще есть автомат, автомат, знаете, вот как на, в парках аттракционов есть, проверь свою силу, вот это вот, да, там молотком хуящишь, по нижнюю, и, ну, как бы какой-то приз дают, то есть, вот, вот, куда вы идете, в первую очередь, Артем, Артем, Артем уже домолчал, тоже, ну, позвонили, на вот это все, тяжело принять решение, Настя, ну, тяжело, Артем, куда вы идете, голосование, не любите, я усилиться, охуеть, вон оно как, ну, куда-то придется сходить, ребят, просто обычный, ну, в обычный цирк, без дуроцев, просто, а Настя, ты? да, да, я тоже туда пойду, все эти пчелы, не пчелы, летают там всякие пчелы, там вот это все, смотрите на представление, как пчелы летают через обручи, через огненные обручи, как, несколько, такой рой, рой, мух, поднимает одну, одну мышь, мистера Пибоди, главного, вот, в этом цирке, это такая, это такая, это такой толстый, толстый мышь, прям, в очках, он, он прям, он заведует двумя цирками, и цирком уродов, и цирком с насекомыми, то есть, прям, летает, он еще, во время представления, смотрит тоже, иногда поглядывает в вашу сторону, и улыбается, такой, прям, ну, смотрит, такой, как будто в голове, бля, охуенно, стражи пришли даже посмотреть на мое представление, вот так, реклама, реклама, да, вот, так что, ну, вот, в это время мы пока, пока вы наблюдаете за представлением, мы возвращаемся к Эрнесту, Эрнест входит в город, и на входе в город его встречает ребенок, малыш, маленький мышонок, он говорит, я, говорит, потерялся, я не могу найти, мой папа работает в таверне, но я не помню, где его таверна в городе, а какие таверны ты знаешь? нахуеть, нахуеть, такие, папину таверну, он говорит, я знаю только папину таверну, а как папина таверна называется? я не знаю, я не умею читать, ты не умеешь читать? ну, блядь, ребенку 4 там года, с хуем он гуляет, вот такой только мышонок, не понимает, блядь, как читать эти ваши буквы, хуюквы, ой, да не переживай, малышок, сейчас, разберемся, ну, как, он берет тебя за руку, говорит, пожалуйста, приведите меня к папе, как тебя зовут, дружок? ох, ребята, только что обнаружил, что имя-то я ему не приду, назовем его Шустрик, блядь, как Артем, нет, хорошо, назовем его, блядь, сейчас, 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 вообще, на самом деле, не проблема, сейчас, зовут его, маленький, Тизон, маленький Тизон, так и зовут? да, так и зовут, маленький Тизон, маленький Тизон, станет большим Тизоном, Тизон, Тизон, дружок, да, 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 дяденька, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь, ты знаешь, игру такую, не знаю, популярна она у вас или нет, но вот, я в детстве так любил у нас, в Лесозёре играть, шахматы называются, охуеть, он говорит, ну, да, да, ну, или он изначально говорит, другое, он говорит, да, ну, знаю, да, ну, не умею играть, ну, у меня, папа не учил, папа не учил, а давай я тебя научу, он говорит, давай, дядя, ну, я вот уже тебе мат поставил, в голове, все, ты проиграл, он расплакался, говорит, а вот, это будет тебе урок, никогда не соглашайся играть в игру, которую ты не знаешь, посмотрел на тебя такими глазами, типа, ты что, долбоёб, вот, так, подожди, у меня все мысли с головы ушли, ещё раз, как тебя зовут, маленький Тизон? Маленький Тизон. Что ты, что ты, почему ты рядом со мной? Он тебе говорит, пиздец, дядя, у тебя что, маразм, нахуй, не венция? Нет, он говорит, я слишком много размышлял, основная мысль потерялась, ещё раз, скажи, пожалуйста, что ты хочешь? Я потерялся, не помню, где, наверное, папы. Хорошо, а хочешь короля увидеть? Ну, не короля, а городничего вашего, Генриха Третьего? Не хочу папу! Подожди, а кто твой папа? Он кем в баре, в таверне работает, да? Он самый главный папа. Самый главный папа? А у тебя есть ещё папы, не главные? Ты доебался до ребёнка, блядь. Он просто уже, он уже на протяжении получаса смотрит на тебя, как на долба ёба. Да ладно, ладно, не переживай. Пойдём, вон, таверна какая-то есть ближайшая? Да, ты видишь, ближайшую таверну. Пойдём туда, пойдём туда. В это время снова история возвращается к Артёму и Насте. Пока, ну, потому что. Ладно. У них закончилось представление, и мистер Пибоди подходит к стражам и говорит, удивительно, стражи в городе? А зачем вы сюда пришли? Ну, у нас задание. Он смотрит на вас, а какое у вас задание? Может, я могу чем помочь? Я очень уважаю мышиных стражей. Я рад, что они подарили мне много хороших кадров. Шесть кадров. Ну, ну, как вы отвечаете? Какой, какой? Вот так вы отвечаете. Ну, как эти карточки, когда пытаешься... Ну, 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 у нас как бы вроде пока всё в порядке с заданием, звучит, но легко, так что мы тут позволили себе немного просто отдыхнуть. О, а хотите, я вам покажу свою коллекцию уродцев? да, не очень. А он говорит, он очень говорит, пожалуйста, посмотрите, я уверен, вы будете рады их увидеть. Я не люблю, когда выставляют на показ, что мышки идеальные, и за это зарабатываете. Я даю им работу, малыш. В современном мире тяжело как-то зарабатывать деньги, когда ты уродец. Только таким образом они и зарабатывают себе на жизнь. У них у каждого история, я готов рассказать про каждого. я уверен, там есть один кадр, который вас точно заинтересует. Шестой? Двадцать пятый. Двадцать пятый. Ой, простите. Я скажу. Ага. А Настя? Я тоже не горю желанием. Он говорит, ну ладно, хорошо. Реально зрелищем. Ладно, ничего, хорошо, хорошо. Вы просто, тогда вы просто уходите и двигаетесь к Сашке, Эрнесту. То есть, как бы, ваше представление законит. Вы рады, отдохнули наконец-то, смогли нормально провести время, посмотрели на насекомых, которые устраивают трюки, и трюкачат, я бы сказал. То есть, замечательно. Так что, вы возвращаетесь к Эрнесту. Эрнест в это время находится в таверне, он приходит и говорит, малые, он заходит в таверну, чего, блядь? Так, подожди. Он заходит, он заходит, да меня отвлекли что-то, что-то отвлекло. Он заходит в таверну и такой, блин, Тизон, мой мальчик. Сразу говорит бармен, он такой, ой, спасибо, сэр, там бармен предстает во всей красе, это 40-летняя мышь. Подожди, подожди, я у Тизончика спрашиваю, Тизон, это твой папа? Он говорит, да, дядя, спасибо. Я вот так вот ему по плечу хлопку и говорю, научись играть в шахматы и помни, если тебя зовут во что-то играть, во что-то не умеешь, не соглашайся, сначала научись. Он в это время, в это время бармен подходит к тебе и говорит, постойте, постойте, пожалуйста, милый, милый мышонок, блядь, милый мышь, вот так как-нибудь склонить, склонить, как, как, да, да, уважаю вы. Говорит, я налью вам за счет заведения. Нет, спасибо, я не пью, у меня задание. Он говорит, пожалуйста, примите этот подарок, мой, мой сын потерялся, я, я обижусь, если вы не примете его, мне очень, я понимаю, что вы очень заняты, но это, это не займет много времени. Я расскажу вам о городе, о положении дел. Давайте так, вы мне просто расскажете, что у вас сейчас с вашим городичем Генрихом Третьим. И все, мне больше, больше не надо. В это, хорошо, в это время в таверну заходят Эрне, так, Сет и Шустрик, и, ну, как бы присоединяются, тоже смотрят на Эрнеста, такие, и вместе с, он увидел их тоже, то, что увидит, то, что плащ, такой, вы садитесь за стол, он все-таки, все-таки наливает в баночку пенного, пенного, для всех, сейчас, чтобы, ну, на всякий, ну, ну, как, как, как строить мир без пива, я считаю. Вот. И рассказывает вам о положении дел. Он рассказывает о том, что в городе в последнее время началась, это, это кажется, что город сейчас расцветает, и все замечательно. Но он говорит, что в последнее время, у Генриха Третьего есть проблемы. Город всегда двигался в направлении развития технологий, но сейчас Генрих Третий на старости лет подался в религию. И это очень сильно сказывается на жителях города, которые все время отвергали каких-то божеств. И как бы, ну, город разбился на два лагеря. Те, кто поддерживает политику Генриха Третьего, и те, кто пытаются подорвать ее. То есть он рассказал о том, что в городе есть, как это сказать, будет правильно, мыши, которым не нравится сегодняшний устрой этого города. Можно даже сказать государство, один хуй, они тут все один, одно государство, разные государства, считай. Вот. Рассказывает, что вот остерегайтесь людей в мантиях, потому что эти люди в мантиях, они очень коварны и уже готовят покушение на Генриха Третьего. Простите, простите, в мантиях? В мантиях, да. А в мантиях? Он спорит на тебя опять глазами, не понимает, что ты сказал. Простите. Вот. И говорит, что этих, это люди, которые борются за то, чтобы город двигался по старому методу, по методу технологий. Вот так. И, собственно, говорит, что опасайтесь этих мышей. Сегодня еще, Генрих Третий, если вы его ищите, Генрих Третий выступит на на весь на весь город, на главной площади города. То есть, вот. И вы можете отдать письмо ему прямо после этой выставки. Вот. Оно прямо сейчас, прямо скоро начнется. То есть. Я вот так вот лук его этот подношу к голове и такой, откуда ты знаешь про письмо? Так у вас вон в кармане видно. Откуда ты знаешь это письмо ему? Фердец. Не паладочка, конечно. Но он вот смотрит, говорит, ну, я вижу письмо, но вы пришли, типа, скорее всего, Генриху Третьему, кому еще тут письмо достали? Я говорю, если ты еще раз вслух в предложении скажешь слова письмо Генрих Третий, эта стрела окажется у тебя в голове. Охуеть. Ты меня понял? В это время сын смотрит на это все и говорит, блядь, ну, эти стражи, конечно. Да, так и говорит. Блядь, я роутер наебнул, походу. Ау, нет. Ну и что, что ты, блядь, пиздец, бедного таверщика отхуячил. За что, ни за что, ни про что, блядь. Это секретное задание. Хорошо, хорошо. Ну, что вы дальше делаете, ребята? Ну, просто бармен после этого просто уходит и садится на стул в ахуе, сидит и говорит, пиздец, ничего, никакого плохого зла не делал никому. Ну, я вот подхожу к этому мальцу, я уже забыл, как его зовут. Вот так вот, смотрю на него, вот, знаешь, я подхожу, вот так вот на колено сажусь, да, вот так вот беру его за плечи. Он, он у тебя, он убирает руки, говорит, блях, ты издеваешься над моим папой. Я говорю, малой, спокойно, посмотри мне в глаза. Он отворачивается и закрывает глаза специально. Я вот так вот снил, его лицо поворачиваю, говорю, малой, 30 секунд мне в глаза, посмотри. Он, он все равно, он противится, блядь. Я его снил, я его снил и вот так вот поворачиваю, говорю, малой, малой, просто посмотри, я отстану. Малой кидает бомбу, блядь, вы все взрываетесь, блядь. Охуел, заебал. А его папа тоже террорист, блядь, из технофашистов, блядь. Ну хорошо, хорошо, открыл ты ему глаза, он смотрит тебе в глаза, ну. Все, я отпускаю его и ухожу. Все, заебись. Пиздец какой, ты вообще устроил. Хорошо, вы выходите, как раз. Я напоминаю, этот малой сам ко мне подошел. Вы выходите из таверны и видите, на главной площади собираются люди, там построили трибуны и помимо трибун, там как бы, ну, такие стульчики стоят, все, ну как бы, все население города вышло на площадь, на площади не протолкнуться вообще. Вот так вот. То есть, и все, все ждут, все, все перешептываются, говорят, неужели, неужели Генрих Третий пойдет на то, чтобы правда оставить религию? Там есть недовольные от одной и другой стороны, то есть, те, кто хотят, блин, религия это круто, блин, технология это круто, кто-то, прям, толпа разделилась, как бы, на тех, кому нравится нынешняя политика и тем, кому не нравится нынешняя политика. Я дико изгоняюсь. Да-да? Мне, к сожалению, надо идти. У тебя какие-то тела появились? Да. Понял. Грустно. Ну, тогда доиграем, тогда все втроем что теперь делать? Видимо, придется так. Или можем закончить на этом клиффхенгере, ребята? Давайте пока закончим на клиффхенгере. Все, закончим на клиффхенгере, ребята. В следующий раз... чтобы побольше народу было вообще-то. Угу. Все, я сохраняюсь. Все, тогда закончили все. Ну, нахуй. Все. И сейф не сделался. Ну, что теперь сделаешь? Если не сделался, переделаю. Что теперь? Я же помню, что случилось. Ха-ха-ха. Мы все помним, что случилось. Я на мальчика посмотрел. И папу доебал.